Всем привет! Меня зовут Светлана, вы на канале Редактура или Жизнь, и сегодня у нас с вами прочитанное. По здравому размышлению я в итоге решила, что прочитанного у нас с вами будет два, потому что пока я собиралась снимать это видео, пока я монтировала предыдущее немаленькое видео, прочитанного накопилось столько, что, ну, зачем пихать его в ролик, чтобы, да, просто швыряться книжками и говорить о каждой по одной минуте. Лучше поговорить более-менее обстоятельно о каждой, но это будет в двух роликах, поэтому сегодня у нас с вами такая часть, посвященная августовскому чтению, уже такие подзабытые книжечки, и следующий ролик, он выйдет сразу же после этого, он уже будет посвящен более свежим книжкам, совсем новинкам в том числе, которые я читала в сентябре. Тем не менее, поговорить есть о чем, поэтому давайте начинать. И сегодняшнее первое видео, оно будет таким закольцованным, потому что примерно так я и читала эти книги, мы будем говорить в начале и в конце, про книги из одного цикла, но которые были написаны разными авторами. Именно так я их и читала, одну в начале августа и другую в конце августа. Мне так и хочется разнести впечатление для того, чтобы, наверное, для пущего эффекта. Поэтому сегодня в начале и в конце ролика мы с вами говорим о Колесе Времени Роберта Джордана. И начинаем с 11 тома, Нож сновидений, это последний том, который был написан самим Джорданом. Если помните, то мои впечатления от 10 тома были очень печальными, очень плохими. И должна сказать, что в 11 томе, видимо, ну явно что-то произошло. Можно гадать, что это было, возможно, Джордан узнал о своей болезни, возможно, наоборот, течение болезни стало хуже, да, стало угрожающим. Возможно, совсем другой вариант, когда ему накидали отзывов в духе, Джордан, мы очень тебя любим, но ты богато побойся, 800 страниц наматывать как бы на кулак ни о чем. Это же, ну как бы, уже немножко за гранью. Ну, это мои фантазии, конечно, неизвестно, что случилось. Но в 11 томе Джордан внезапно такой просыпается от литургического сна, как писатель, и щедро отсыпает нам событий. То есть здесь книжка читалась бодренько, мне было интересно, ну, насколько это может быть интересно в Колесе Времени Роберта Джордана. Соответственно, как всегда, некоторые события происходили абсолютно внезапно. Как всегда здесь в финале с Рандалл Пором происходит что-то невероятное. И вот, знаете, с ним действительно происходит очень трагическое, серьезное событие, которое не просто мы не видим глазами персонажа, как говорится, на это можно уже и рукой махнуть. Но мы даже как бы и рядышком-то не постояли, да, то есть как будто нам дали место где-то на галерке, и потом, а знаете, смотрите, вот с ним теперь вот такая беда. То есть началась заварушка, да, а потом нас как бы поставили перед фактом, но это, опять же, типично для Роберта Джордана. Он как-то вот вообще не погружает читателя никогда в самую гущу событий. И, тем не менее, в этой книге пропавшие люди, наконец, были найдены, да, которых мы там два-три тома не чесались даже искать. Какие-то отношения, которые развивались ни шатко, ни валко, они, наконец, привели к чему-то, да, произошел какой-то сдвиг. В этой книге мы уже начинаем все-таки думать о том, что скоро последняя битва, уже есть какие-то такие предвестники этого, уже начинается какое-то движение в эту сторону, уже все это чувствуют. Эту книгу можно охарактеризовать словами «все, наконец, зашевелились», то есть прям вот зашевелились и начали действовать. Спасибо большое, благодаря этому книжка читалась бодренько. И, наверное, я больше особо говорить не буду, все-таки уже одиннадцатый том, тем более, что мы с вами со вкусом поговорим про двенадцатый том, первый из томов, который был написан Брэдоном Сандерсоном. В самом конце ролика не отключайтесь. Переходим к книжкам, которые я читала во время отпуска, так или иначе, о всех них я уже давала какие-то впечатления во влогах, но влоги смотрели не все, как я заметила по просмотрам, поэтому давайте все-таки какое-то подытоживающее впечатление я о них расскажу. Итак, первая книга, которую я, по сути, прочла, ну, буквально в первый день, это была Сара Брукс и ее «Территория чудовищ», «Путеводитель для осторожных туристов». Что же это за книга? Нам ее подавали, как такие вайбы Джеффа Вандербейера с «Пиранези» Сузанны Кларк, но я не читала ни то, ни другое. Но могу предполагать, так как-то косвенно, что да, приблизительно позиционирование было, наверное, правильным. Что у нас здесь происходит? Это альтернативная Россия, конец XIX века, и на всей территории Сибири находится так называемое запустение места. Это местность, где живут чудовища, где люди не выживают, где никто не селится. И запустение отгорожено от остатков Российской империи стеной, от Китая отгорожено стеной, и единственное транспортное средство, которое там ходит, это Транссибирский экспресс, который ходит по маршруту Пекин-Санкт-Петербург, и на нем, соответственно, ездят туристы и имеют возможность глазком, да, одним глазком посмотреть, что это за страшная вещь, такая запустение. И вот мы начинаем с того, что отправляется очередной рейс, но это не обычный рейс, это рейс, который отправляется в путь из Пекина в Санкт-Петербург спустя длительный перерыв. То есть до этого момента поезд курсировал постоянно, приходил в столицу, там проводились какие-то необходимые технические работы регламентные, и он отправлялся обратно. Здесь же мы видим, здесь же мы узнаем, что поезд отправляется после почти годичного простоя, то есть поезд стоял в Пекине, и компания, да, владельцы решали, вообще поедет ли он хоть раз еще куда-нибудь. Вот это в аннотации не отражено, а именно в этом завязка, то есть завязка, суть в том, что мы пытаемся понять, а что же было в том предыдущем рейсе такого страшного, что само существование всего проекта, да, дорогостоящего и приносящего много денег, оно оказалось под угрозой. И таким образом, раз у нас после такого перерыва поезд все-таки отправляется, на него собираются разные люди. Ну, во-первых, те, кто давно планировал, да, но не решался, наконец решается, потому что, а вдруг это последний рейс, да, это вот такая мысль, которая витает незримо над головами, а вдруг это последний рейс. Также те, кто, есть и некие регулярные пассажиры, которые ездили часто, у них были определенные цели, определенные мысли, и в этом рейсе они решаются осуществить многое из того, на что они решались, потому что, а может быть это последний рейс, да, то есть всех мучает один и тот же вопрос. Вот собирается такая сборная солянка людей на этом рейсе, которые, ну, во многом готовы на все, потому что, возможно, больше поезд по этому маршруту никогда не пойдет. То хочется в целом, да, сказать об этой книге. Она, конечно, очень атмосфероцентричная, наверное, поэтому здесь какие-то вайбы Пиранези. Она очень атмосфероцентричная, в ней есть сюжет. Я сразу хочу сказать, что это не бессюжетная, знаете, просто какая-то, какая-то красивость. Я не скажу, что здесь прям суперкрасивый стиль, он вполне обычный, но он, но сюжет здесь присутствует. Это вот это вот отправление этого поезда, да, нагнетание вот этой и тайны прошлого рейса, и как обернется этот рейс, и все ухудшающиеся и ухудшающиеся обстоятельства, которые сопровождают этот рейс. То есть с сюжетом здесь вообще все в порядке. Единственное, да, центральным персонажем, если хотите, в этом сюжете является, собственно, поезд, является этот рейс, а не какие-то герои, да. И второй момент, если он для кого-то точно важен, это не персонажи-центричная история. То есть мы видим историю глазами нескольких персонажей, как членов экипажа поезда, так и пассажиров, так и пассажиров-завсегдатов, то есть разных героев. Но мы, наверное, не сосредоточены на их судьбе. Мы не очень-то волнуемся, что с ними будет дальше. То есть их судьба переплетена с судьбой поезда, тайны, которые хотелось бы раскрыть, нам хочется, чтобы они были раскрыты, да. Но не сказать, что есть какой-то герой, вот целям которого мы очень сопереживаем, который вот обязательно нужен, чтобы он своего добился. Такого нет. То есть мы узнаем цели каждого из героев, мы понимаем, для чего им это нужно. Хорошо прописана здесь мотивация, все персонажи, в общем, четкие, выпуклые. Мы между ними не путаемся, но мы, наверное, не они двигают для нас сюжет. Они лишь добавляют какие-то, да, определенные обстоятельства, определенные эмоции. Поэтому если вы идете именно в историю про персонажа, да, где есть арка, где цели персонажа, это, ну, нам жизненно важно, чтобы персонаж добился своего. Если он там церпит поражение, то мы очень расстраиваемся, где нас очень волнует, чтобы все было в судьбе персонажа вот четко, ясно, определено и поставлена точка. То это не та история, да. Это история одного значимого рейса, который не похож ни на все остальные рейсы, в которых все-таки герои это только пассажиры. Пассажиры этого рейса, у которых зачастую нет выбора, да. Они уже в этом поезде, да, они уже оказались за стеной, они уже едут, куда приедут, об этом нам расскажет Сара Брукс. Книга мне понравилась, я уже говорила во влоге, я читала ее во время пересадки в аэропорту ночью. То есть ситуация, в которой, ну, если книжка скучная, то скорее поспишь, да, пять часов в бизнес-зале. Ну, в общем, есть где поспать и есть выбор. И, тем не менее, я читала, мне было интересно, мне не хотелось откладывать, книжка не заставила меня уснуть. Как я уже сказала, здесь достаточно динамичный сюжет, но вот персонажи это, наверное, не самое здесь главное. В остальном, хорошо, любопытно, любопытно, интересно, мало похоже на какое-то более типичное фэнтези, да, которое нам сейчас попадается. Переходим к книжкам из серии «Читаем Россию». Я про них очень-очень подробно рассказывала во влоге номер два. Если вам влоги не интересны, но вам хотелось бы послушать мои прям горячие впечатления, самые свежие, то открывайте второй влог, я там подробно именно про эти две книжки рассказываю большую часть влога. То есть второй влог, он прям книжный, и там про книжки очень-очень много всего. Итак, это книга Александра Григоренко «Потерял слепой дуду» и Анны Лунёвой и Натальей Калмаковой «Чёрная изба». Давайте начнём с Григоренко, это была первая книга в серии, но читала я её второй. Избу я читала раньше. Кратенечко подытожу свои эмоции. Да, у нас здесь стоит пометочка «Красноярский край», но как, наверное, правильно сделать вывод, что это всё-таки указывает пометочка на происхождение автора, на родные места автора, нежели на место действия, потому что здесь у нас внезапно Нижегородская область. Опять же хочу сказать, что это никак особо не акцентируется, и очень долго по тексту у вас нет никаких указаний, какой, собственно, это город, какая это область. Это может быть, я думаю, большое количество разных городов, особенно в центральной части России. Здесь нет каких-то суперопознавательных признаков, которые бы его однозначно идентифицировали. Тем не менее, да, хочу это важно подчеркнуть, Нижегородская область, а не Красноярский край. И это у нас сборник, где находится повесть «Потерял слепой дуду» и некоторое количество эссе автора, так как повесть, в общем, маленькая, да, 150 страниц, чтобы хоть книгу сделать, ну, хоть немножко, да, коммерчески, коммерчески рентабельной, да, сюда добавили еще некоторое количество эссе. «Потерял слепой дуду», в том числе лауреат премии «Ясная поляна». И в этой повести мы следим за глухонемым, за жизнью, да, мы смотрим все жизненное полотно юноши, глухонемого юноши по имени Шурик, которого воспитывала бабушка. От него довольно быстро отказались родители, то есть мать просто ушла из семьи, они разбежались с отцом. Отец его в основном выпивал и за сына, ну, то есть он никуда не девался, все знали, где он, но он на сына как бы махнул рукой и ничего не делал для его воспитания, соответственно, воспитывала Шурика бабушка и дядя, ну, дядя служил такой финансовой, да, опорой, дядя был рукастый, смекалистый, и все у него спорилось, ну, а бабушка, соответственно, за Шуриком ухаживала. И вот мы за, на всю жизнь Шурика мы смотрим в этой повести. Что хочу сказать, ну, уже говорила во влоге, повторюсь, мне не понравилась эта книга. Мне не понравилась эта история, в первую очередь потому, что автор каким-то чудом умудрился в истории, где, ну, все говорит о том, что мы должны герою сочувствовать, создать героя, которому я ни капли не сочувствовала. Создать повествование, где я ни капли не сочувствовала. Отчасти потому, что это такое вот, в таком отстраненном стиле, да, сделанное со всевидящим рассказчиком, да, когда мы не знаем на самом деле мысли и чувств героя, когда мы за всем наблюдаем со стороны. И вот мы как бы со стороны наблюдаем, и нам абсолютно все равно. То есть уникальная ситуация. Герой, которому, ну, сочувствуешь уже просто по факту его рождения, что он таким родился, и ты понимаешь, насколько тяжело ему будет в этом мире. Тем не менее, автор умудрился не вызвать во мне ни капельки к нему ничего. Частично это связано с тем, что мы так и не поняли, что не так, да, с Шуриком. Он ведет себя, то есть с одной стороны, он закончивает школу, да, для глухонемых, но не как бы, не для совсем, как бы, да, людей не социальных, для глухонемых просто. Он идет работать на завод, и он там до определенного момента работает без нареканий и без проблем. То есть он не то чтобы не способен к социальной адаптации. Но с другой стороны, он абсолютно не делает каких-то выводов, да, из неблагоприятных событий в своей жизни. То есть он и хуже всего, да, никто из героев ему этого не говорит. То есть никто ему не проговаривает, да, как мы проговаривали бы человеку, ну, который не очень быстро соображает. Мы бы ему проговаривали, может быть, миллион раз проговаривали, но все равно делали бы это. Да, что вот есть нехорошие люди, Шурик, да, есть люди, которые хотят причинить тебе зло, да. Там не нужно каждому давать свои деньги, не нужно каждому показывать свой паспорт. Ну, и проговаривать, и проговаривать, как мы делали бы, да, с ребенком, как мы делали бы с каким-то очень наивным человеком, да. Просто наивные люди, они делают выводы из таких ситуаций. Рано или поздно, да, жизнь их как бы научает этому. А здесь герой, он такой малохольный, да, пытаюсь этот термин употребить не в отрицательной коннотации. Он вроде бы малохольный, но никто ему не пытается объяснить вот этих основ жизни и закрепить в нем их. Окей, он сам их не усваивает, но и окружающие тоже не пытаются ему в этом помочь. И это очень, ну, так может быть он нормальный, да, тогда задаемся ему вопросом, раз окружающие, ну, как-то не пытаются о нем позаботиться в таком плане. Если он абсолютно нормальный, то он как бы что? И второй момент, который подчеркивается в аннотации, который подчеркивается в авторском предисловии, что автор хотел нам показать, что Шурик это был вот такой вот, такая вот дуда, которая вела за собой, которая скрепляла семью, а вот его не стало, и тут все поняли, когда, да, в итоге его не стало, тут все поняли, что он был таким объединяющим звеном. Но я этого не увидела в повести вообще. Ничего он не скреплял, никого он не объединял. И единственный человек, для которого он был важен, это бабушка. Да, бабушки не стало, и все махнули на этого Шурика рукой. И даже как бы финал книги, он такой очень метаироничный, если говорить о каком-то скреплении, воссоединении и чему-то еще. Сложно, с натяжкой можно назвать финал, что именно Шурик служил каким-то скреплением. Он нет, он вообще никак семью не объединял, не сплачивал, не служил никаким символом. И вот это вот то, что с одной стороны автор это очень сильно декларирует, а с другой стороны он никак это не показал, оно меня, ну, в общем, оттолкнуло от этой истории. Ну, и в первую очередь, конечно, такой абсолютно отстраненный стиль. То есть ты зритель, ты зритель, тебя внутрь не приглашали, в историю не приглашали. Честно, не очень такое люблю. Про эссе я говорить особо ничего не буду. Эти эссе очень про автора, очень, очень про автора, да. Если я начну о них говорить, я начну говорить на самом деле про самого Александра Григоренко. Мне не хотелось бы переходить на личности. В общем, все люди разные, все имеют право на разные мнения по разным вопросам. Последнее, что хочется сказать, это касается всей серии «Читаем Россию». Это очень важно, я говорила во влоге, повторюсь. В этой серии, видимо, ну, редакторским каким-то решением, да, издательским решением есть предисловия. Предисловия, которые написаны некими людьми из книжного, из книжной сферы, да. Где-то это блогеры, где-то это критики. Они вынесены первыми. Прям начинается даже не с авторского предисловия, которое здесь есть, а начинается вот с этого предисловия. Это спойлерные предисловия. Конкретно в случае Дуды абсолютно спойлерные. Не только здесь спойлерится вся повесть, но и даже рассказывается читателю, что думать про эту повесть. В избе не очень, ну, не спойлерно, но для меня абсолютно дико, что они поставлены в начало. Почему не сделать их послесловиями? Почему читатель должен начинать знакомство с чужого мнения об этой книге? Такого нормальненького, на несколько страниц. Это вопрос. Поэтому в первую и самую главную очередь я заклинаю вас не читать эти предисловия до того, как вы начнете читать книгу. Это очень важно. Любую из этих книг в этой серии. Читайте их после, если вам интересно чужое мнение. Но начинать не нужно. В этой книге это прям преступление, да. Ну, и в этой книге тоже не стоит. Я не знаю причин такого решения. Мне оно не кажется удачным. Ну и черная изба. Черная изба самая, получает премию, да, как самая эмоционально зарядившая меня книга в отпуске. Книга, которая вызвала просто тонны бешенства. Книга, про которую я орала в первом влоге, орала во втором влоге, орала за кадром. В общем, даже сейчас уже месяц больше прошел, а я все еще не против немножко о ней поорать. Спасибо огромное Анне и Наталье. Отсыпали они мне эмоции просто в вагон и маленькую тележку. До сих пор еще их проживаю. Наступили на все мозоли, нажали на все триггерные точки. Так бывает. Итак, это история, в которой мы следим за девочкой Катей. Катя из Барнаула мечтает петь. Она отправляется поступать в Новосибирскую консерваторию, но не поступает. Катя живет в Барнауле с мамой и отбившимся от рук младшим братом, которому мама во всем потакает. И возвращаться в эту атмосферу Катя очень не хочет. Чем дальше мы читаем книгу, тем больше мы узнаем о том, почему Катя не хочет возвращаться в Барнаул. Ну, мягко сказать, мы ее понимаем. И она от безысходности, да, она поступает в аграрный колледж. Но не просто в аграрный. Ну, аграрный звучит, в принципе, нормально. Но нет. Эта безумная девочка поступает на ветеринарию. Когда я это прочитала, это в аннотации не указано. Когда я это прочитала, у меня волосы встали дыбом. Да, городская девочка из Барнаула, которая видела свинью, разве что в сказке Три поросенка, попадает туда, где ей предстоит помогать коровам с тяжелыми родами, где ей предстоит ставить клизму лошадям, где ей предстоит резать свиней и прочее, и прочее. И я думаю, куда ты, Катя, пошла? Но, тем не менее, первые 100 страниц в книге, это вот такой вот зачин, да, такое введение, это обустройство быта, это заселение в общагу, это новые лекции, новые друзья. У них собирается такой вот кружочек из четырех подруг, которые живут в одной комнате в общаге, да, разумеется, строгая вахтерша, разумеется, чайники убирайте перед обходом, вот это все чудесное, да, милые занавесочки, кто-то привозит там домашнюю выпечку, кто-то занимается организаторскими вещами, ну, то есть, все налаживается, и все вот так вот мило до того момента, когда оказываются проблемы с Леночкой. Леночка это одна из четырех девочек вот в этой комнате, и в аннотации здесь сказано, Леночка исчезает, но... А потом появляется, да, я бы сказала, это очень мягко и не, как бы, не передает то, как исчезает Леночка. Вот с этого момента, с исчезновения Леночки в середине семестра начинается жесть и хтанина, хтанина и жесть. И да, в этой книжке есть щепотка мистики, которая потом развеивается к концу, да, но, по крайней мере, мысли в этом направлении какие-то есть, но самый жестяк здесь творят люди. И, как я уже сказала, да, эта книга нажала просто на все мои триггеры, которые я... которые только есть у меня в книгах. Более того, вот сейчас, в сентябре, я прошла еще одну книгу, которая снова нажала на те же самые триггеры, но, по крайней мере, там была одна героиня, и книга поменьше про нее в следующем ролике. А здесь у нас и Катя, и Леночка, и здесь прям все. Абьюз. Использование людей, близкими людьми, максимальное использование, да, полное наплевательское отношение к интересам со стороны близких, со стороны семьи, вытирание ног. Катя пытается быть очень удобной девочкой, она пытается быть доброй девочкой, она пытается помогать, то есть вот когда она... в итоге... почему она узнает все, что там у Леночки? Да не от хорошей жизни, и не от того, что Леночка там самый близкий человек ей, а потому что она не может ее бросить, да. У нас здесь и бойкоты, и травля, полное какое-то расчеловечивание, да, полный... полный игнор личности. Вот это все здесь. И это для меня... это для меня прям... триггерные триггеры, какие только могут быть. Все это здесь есть. Поэтому, если это для вас триггеры, будьте внимательны, но написано очень здорово, и вот с того момента, как происходит с Леночкой, то, что происходит, понимаете, просто девочка, как бы, куда-то там делась в середине семестра, это, ну, так себе завязочка, да, как говорится, она даже не наша главная героиня, но то, как исчезает Леночка, вам выбора не оставит. Я первые сто страниц читала, ну, вот так, сидела, как бы, читала, потом я прочла книгу за два дня. Книга в пятьсот с лишним страниц. Я прочла ее за два дня, потому что я просто не могла остановиться, я не могла выдохнуть. Вот кто-то сказал, что это, типа, книга 90% стоящных будней. Неправда, да, неправда. Здесь такая же жесть творится. Очень страшно, очень страшно. Тут еще есть поездки в глубокой зимой в какие-то далекие места, и я примерно знаю, что это такое, и я в ужасе. То есть меня здесь и напугали, и довели просто до ярости, и, как говорится, книга чуть ли не летала в стену в хорошем смысле этого слова. Книгу я рекомендую, пожалуйста, не считайте предисловия до того, как прочтете книгу, даже можете его совсем не читать, ничего не потеряете, лучше сами прочтете, составите свое мнение. Мне очень понравилось. Здесь хотелось бы фразу, знаете, хочется больше такой отечественной прозы, но мне не хочется. Мне книга всю душу мне вымотала. А потом еще вторая книжка сверху прилетела. Так что, наверное, перебор такого мне не хочется, но это было очень здорово, и девочкам огромное спасибо. Лично я им тоже уже, конечно, все сказала. Мне прям... Это по эмоциям, это определенно топ всего моего отпуска. Дальше. Книжки, про которые я целиком вам успела во влогах рассказать, закончились. И переходим к книжкам, которые я только успела надкусить, когда записывала влоги. И за детективную часть в моем отпуске отвечала The Tainted Cup Роберта Джексона Бента. Давайте сразу же пару слов о названии, потому что мы гадали, что это у нас тут за чашка, да, сломанная чашка, испорченная чашка. Нет, правильней будет сказать испачканная чашка, загрязненная чашка. Вот такой будет точный перевод. И, наверное, синонимом, опять же, в английском языке правильным к этому названию будет Contaminated Cup, да. Зараженная чашка, если хотите. То есть тот термин, который используется, когда в лаборатории, да, в анализ что-то попало, и он больше, ну, он испорченный. То, когда больной человек касается каких-то предметов, и дальше их нужно отправлять стерилизовать, да. Вот про это термин Tainted конкретно здесь, да. А так разбитых чашек здесь никаких нету. И мы здесь наблюдаем за фэнтезийным миром. Мне написали в комментариях, что это похоже на Атаку Титанов, но я не смотрела Атаку Титанов. Мне проще, мне не было ни на что похоже. Мы наблюдаем за фэнтезийной Империей. Кстати, по-моему, в Атаке Титанов уже нет никакой Империи. Итак, у нас Империя, которая экспансивно расширялась. Расширяется ли она в момент действия книги, я уже не знаю. Там, где происходят наши действия, ей расширяться некуда. То есть там уже никаких завоеваний не проводится. И в Империи у нас... Империя располагается на землях, где раньше вылезали из воды и ходили по суше страшные чудища. Они здесь называются левиафанами. Но они самых разных, как я по-моему, могут быть формы. Огромные, страшные. Уничтожали все на своем пути. И в Империи у нас построено три круга стен. И в зависимости от того, в каком круге стен вы живете, тем выше ваше благополучие. То есть если вы живете в самом маленьком круге вокруг столицы, то вы очень знатный человек. Во втором круге тоже ничего. В третьем круге, как говорится, хорошо, что так. Есть у нас еще вдоль побережья морские стены. Потому что левиафаны сейчас вылезают только из воды. И, ну, во-первых, там жить совсем не престижно. Во-вторых, у нас в Империи борьба с этими левиафанами, она доведена до какого-то уже... До инструкции, до автоматизма. Помимо, собственно, военных, у нас пользуются большой популярностью инженеры. Инженерные соединения, потому что они строят укрепления, потому что они разрабатывают катапульты. Ну, то есть, в общем, инженеры, это тоже здесь важно и почетно. За магию отвечает здесь магия такая, которая больше на науку похожа в духе Сандерсона. За магию у нас здесь отвечают всякие разные экстракты, которые добываются из растений. То есть, у нас здесь это экофэнтези, то, что называется экофэнтези. И у нас в этом мире произрастают всякое разное. И из этого разного можно добывать различные эликсиры, с помощью которых можно добавлять всякие сверхчеловеческие способности людям. Способности можно добавлять на короткий срок. То есть, допустим, вот на сегодня мне нужно зрение, как у орла. Да, я там что-нибудь принимаю, и отлично у меня на один день зрение, как у орла. А потом все опять в норме. Либо можно сделать как бы себе постоянную мутацию. И наш герой Дин, молодой юноша, он как раз с такой вот мутацией. Да, люди с мутациями, они чаще всего становятся бесплодны. То есть, ограничено их распространение подобных людей. Тем не менее, они очень широко распространены на самом деле. И вот Дин, он гравер. То есть, у нас люди с мутациями делятся на разные категории. Граверы это те, кто обладает идеальной памятью. И они помнят все. Плюс, такие люди, они считаются, ну, их слово в суде весит столько же, сколько там, да, признание, сколько серьезная улика, сколько отпечатки пальцев. Ну, то есть, их воспоминания, да, их свидетельства не подвергаются сомнению. Они абсолютны. И для того, чтобы запомнить вот какой-то конкретный момент, связанный с расследованием прям четко, да, потом его воспроизвести, кто где был, что говорил, как выглядело, используются запахи. То есть, Дин носит с собой мешочек с флакончиками. И когда ему нужно, вот он пребывает на место преступления, допустим, ему нужно все запомнить, он нюхает определенный флакончик. И потом, год спустя, день спустя, когда угодно, он нюхает тот же флакончик. Он может все детально, поминутно, да, воспроизвести. Итак, Дин является помощником Анны Далабры. Анна Далабра это имперский следователь, который, собственно, отвечает за этот участок, за этот город. И мы начинаем историю с того, что Дин пребывает в имении, которое принадлежит очень богатой семье. Но семьи там нет, они очень богаты, и у них есть имение по всей территории, по всей империи. Но там умирает имперский офицер, который остановился в этом доме переночевать. И он умирает страшной смертью, сквозь него прорастает дерево. Но это именно, знаете, много побегов. Куст! Правильно сказать, наверное, куст. Через него вырастает куст, огромный, крышу пробивает. Ну и понятно, что человек умирает в мучениях. И Дин прибывает в это поместье, чтобы опросить свидетелей, собрать улики, посмотреть место преступления. Все это донести Ане. Анна ведет себя, ну так, когда довольно такой эксцентричный следователь. Она редко выходит. Она чаще всего с повязкой на глазах. Не потому, что она слепая, а потому, что она предпочитает, как бы, ну, глазам она не доверяет. То есть она предпочитает другие, более обостренное восприятие других органов чувств. Поэтому зрение она убирает. Когда она кого-то слушает, когда где-то находится, она предпочитает на глаза не полагаться. И он вот по ее поручению оказывается в этом доме, чтобы собрать улики и доказательства. Я уже говорила во влоге, что Беннет ловко избежал потери нашего интереса в этой истории, которое могло бы случиться довольно быстро. Потому что, когда мы первым делом, да, мы узнаем, что за жертва, да. И чем больше мы узнаем информации об этом офицере, тем, честно говоря, более неприятным типом он получается. И, да, мы уже близки к ситуации, когда, ну, в целом, может, и не надо. Может, он уже заслужил, да, все то, что с ним случилось. Может, не надо уже искать его убийцу. Но понятно, что так как это государственное расследование, оно будет продолжено. И вот на этой развилочке Беннет нас уводит в сферу безопасности вообще всего государства. То есть у нас это все оказывается частью огромного заговора и масштабного планирования, да. И под угрозой оказываются жизни, ну, в первую очередь, вообще всего побережья, всех этих людей, которые населяют вот эту вот зону между третьим кольцом стен, да, и морскими стенами. Всем им угрожает опасность. И от исходов расследования зависит, спасутся ли очень-очень многие люди. И понятно, что наш интерес, конечно, усиливается стократно. И дальше мы уже читаем с неослабным вниманием. Самое главное, самое приятное в этой книге для меня то, что она абсолютно ответила моим ожиданиям. Я хотела, наконец, хотела фэнтези с детективом на первом плане. И это именно такая книга. Мы начинаем вот с этого места преступления, и мы заканчиваем раскрытием всего этого преступления. То есть мы вообще не отклоняемся от расследования. Мы читаем реально в первую очередь детектив, а дальше второе там фэнтези, отношения, что-то еще. В первую очередь это детективная история, потому что в большинстве случаев ты берешь фэнтези-детектив, и мы уходим там в мир, в отношения, в приключения, да, в какие-то там поединки. Детектив где-то колышется там на третьем плане. Я так не раз уже обжигалась. Наконец то, что я хотела. То есть детектив, который детектив в первую очередь. С расследованием, с вскрытием всяких скелетов в шкафу. Вот это все, что я люблю. Прекрасно провела время с этой книжкой. Буду брать вторую книжку. Опять же, да, это цикл, но не цикл, где мы одно преступление, да, там 100-500 книг расследуем. Здесь дело закрыто. Дело расследования закончено. И в следующей неделе, очевидно, у нас будет новое дело, поэтому я буду ее очень ждать. В следующем году она выходит. Хорошо прописанные герои, и Дин мне понравился. Да, это такая как бы пара получается Шерлок-Ватсон, но это история, где Ватсон все-таки не наивный лопух, да, который вообще ничего не видит, никаких улик не считывает. Нет, здесь Дин очень помогает Ане, в частности, ну, обращая внимание на какие-то вещи и порой совершает какие-то поступки, потому что она посылает его одного, да, ему нужно делать выбор, ему нужно... Он меньше, он не хочет вернуться к ней с пустыми руками, и он, ну, порой идет на риск. И это очень здорово здесь показано, да, Ватсон от Холмса никак не зависел. И от того, как успешно Холмс раскроет дело, в принципе, Ватсон, ничего ему с этого не было, да. А вот здесь герой зависим от Аны, и он хочет, чтобы дело было раскрыто. Также здесь есть интересные маленькие тайны у самого героя и у Анны тоже, потому что наш самый главный вопрос, что такой блестящий следователь, и мы очень быстро понимаем, что она абсолютно блестящий следователь, что она делает в самой глуши, то есть в самой жопе мира, как она там оказалась, какие ее поступки к этому привели. Вот этим вопросом мы тоже всю книгу вместе с Дином задаемся. Мне понравилось читать, было достаточно легко. Да, здесь встречались какие-то связанные с ботаникой моменты, которые требовали залезть в словарь, но таких слов было прям мало. И по большей части лексика у Беннета вполне посильная, вполне понятная. Как говорится, не сложнее того же Брэндона Сандерсона, например. Так, ну и последняя книга, которая была у меня запланирована на отпуск, и которую я, собственно, отпуск и закончила, то есть я выполнила все свои отпускные планы, о которых вам рассказывала в ролике, не перевыполнила ничего, но вот четенько, четенько планы вписались в отпуск. И это был, конечно, Джонатан Стрэндж и мистер Норелл Сюзанны Кларк. Книга ездила со мной в электронном виде. Вот она, толстая и тяжеленькая. И теперь я ее с радостью ставлю на полку. Тяжело про нее рассказывать, да. Это книга, в которой, с одной стороны, сложно описать сюжет, хотя завязку описать легко, сейчас опишу вам. Сюжет описать сложно. Почему она мне понравилась, тоже описать сложно. Но я сейчас попытаюсь хотя бы чуть-чуть. Итак, это у нас альтернативная Англия, 19 век. Период войны с Наполеоном, кстати говоря. И у нас Англия, в которой когда-то было волшебство, когда-то была магия, когда-то были чудесные короли волшебные, да. Но считается, что магия из Англии ушла. И люди, которые называют себя волшебниками, они на самом деле просто теоретики. То есть они сидят, они пишут работы о магии, потом работы о работах о магии, работы о работах о работах, да. И вот это вот пережевывают, организовывают какие-то клубы. И периодически у них вот возникает мысль, а как это так, почему же магия ушла, да. Почему мы больше магию не практикуем. Дальше этой мысли они особо не идут. И в начале книги такой вот клуб, по-моему, в Эдинбурге, я уже могу путать локации, но мне кажется, в Эдинбурге вот такой вот клуб вдруг узнает, что есть волшебник, который, во-первых, у него прекрасная библиотека, во-вторых, он живет где-то далеко, в отдалении, ни в какие клубы не вступает, слывет очень ученым человеком. И они отправляют к нему посланца, да, одного из своих, с вопросом, вот, может быть, этот ученый человек ответит им, почему же теперь в Англии не практикуют магию. И когда посланец приезжает как раз к мистеру Нореллу, во-первых, он обнаруживает, что все книги, все книги, которые по магии, которые считались утраченными, они все у мистера Нореллы в библиотеке, то есть он их все собрал со всей Англии, сидит на них как сыч, ни с кем не делится. А во-вторых, он ему задает вот этот вопрос, и мистер Нореллу отвечает, ну, не знаю, я вполне себе магию практикую. И дальше этот клуб просит мистера Норелла продемонстрировать им магию. И мистер Норелл соглашается с их условиями. Вот такое начало истории. То есть, значит, с тем, чтобы описать начало, вообще никаких проблем, а вот с тем, чтобы попытаться характеризовать весь сюжет, тяжело. Это медленно развивающаяся книга. Эта книга, с одной стороны, очень магическая на самом деле, книга, в которой много магии, опасной, интересной, сложной. Книга, в которой показывается и какое-то такое, знаете, унисилитарно-практическое применение магии на благо государства, потому что там попытки воевать с Наполеоном с помощью магии, чем они оборачиваются и так далее. С другой стороны, здесь книжка, которая посвящена вечному диспуту. Должны ли мы сидеть в кабинете, да, и вот не выходить из него, и только аккумулировать, да, знания по магии. Или магия должна выйти в мир, и все должны учиться магии, кто хочет, и магия должна быть доступна для всех. Это история учителя и ученика. Это история спора и дружбы, да, Мистер Норрелл и Джонатан Стрэндж. Они очень разные, они неудержимо оказываются связаны друг с другом, и они вместе с тем не могут быть друг с другом, потому что они абсолютно противоположны, придерживаются противоположных мнений, и даже магию творят противоположную. В этой истории, как ни удивительно, есть антагонист, о котором герои до самого конца почти не догадываются. Антагонист, который не хочет, чтобы в Англию возвращалась магия, который вообще считает, что люди этой магии недостойны, и который творит страшные вещи, и люди, которые попадают под его чары, не могут сообщить даже о том, что они в беде, не могут рассказать об этом. То есть у нас есть еще ветка, сюжетная ветка, вот связанная с этим антагонистом, да, кто-нибудь победит ли его, да, разрушит ли хотя бы его власть над людьми. То есть это история возвращения, если, да, попытаться охарактеризовать сюжет, это история возвращения магии в Англию. И она не может быть вот вложена в одну какую-то линию, да, магия вернулась вот так сначала. А, Б, С, Д, ура, магия вернулась. То есть это очень сложный подход с разных сторон. Это плюс, да, это такой девятнадцатый век, это такая чопорная Англия. Это история в чем-то безумства, это история в чем-то безнадежности. Здесь какие-то вещи очень-очень подробные, особенно в начале. Потом мы начинаем вообще перескакивать даже через месяцы и года. Это история, которая поразила меня своим финалом, поразила в том смысле, что я до самого финала, во-первых, да, когда вот так все сложно с сюжетом, не знаешь, к чему мы идем. То есть это история, в которую вы не понимаете, к какой точке мы идем. И когда эта точка наступает, финал наступает, ты вдруг понимаешь, от другого финала быть не могло. То есть это четко по законам лид-мастерства, да, финал неизбежный и непредсказуемый. Но я до финала не знала, как я до конца буду относиться к этой книге. То есть какой бы, я не представляла, какой здесь делась финал. Все, все, что, все шаблонные клише, да, которые приходили мне в голову, казались банальными и неправильными для этой книги. И автор, да, сумел меня удивить, сумела дать финал, который идеально подходит этой истории, потому что это вот такое масштабное полотно. Описывала ощущение, что ничего не описала. Наверное, никто ничего не понял. Но мне понравилась эта книга. Ее нельзя читать, ее не возьмешь нахрапом. Да, 800 страниц Тамина, нахрапом не возьмешь. Здесь много вот такого вот ироничного стиля в духе Диккенса и Джейн Остин. Здесь персонажи, которые поначалу бесят, а к финалу уже не бесят. К финалу уже на самом деле не бесят. Уже ты начинаешь их понимать и проникаешься в чем-то ими. Здесь есть истории, которые, возможно, хотелось бы, чтобы закончились иначе, но автор не делает здесь никаких подачек читателю. Это во многом жестокая история, да, такая вот жестоко правдивая история, хотя у нас здесь рассказывается про магию. То есть это какой-то такой реализм, да, при как бы фантастической истории, где все вдруг складывается, да, в конце. Хотя казалось бы, как это может случиться? Вообще не было представления, что это может как-то сойтись. И потрясающая часть, это ближе к финалу, когда Джонатан Стрэндж находит способ борьбы вот с этим антагонистом. Страшный способ. Это просто... Я обалдела даже, когда читала такая. Ого! Ну то есть, ничего себе. Поэтому он и противоположность мистеру Нуреллу, который никогда бы такого не сделал. В общем, да, книга точно не для всех, но описать для кого мне очень тяжело, потому что это абсолютно самобытная вещь. Ни на что не похожая. Я не могу назвать ни одной книги, которая была бы, ну вот, сказать... Это как Джонатан Стрэндж и мистер Нурелл. Очень вещь в себе. История, в которой ты бы, может, и хотел в чем-то продолжение, а потом такой, нет, 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 не надо. Не надо сиквелов. Хотя мне казалось, Кларк что-то собиралась в этом мире написать в ближайшее время. По-моему, я видела какой-то анонс. В общем, мне понравилось. Мне понравилось, хотя до самого конца я не знала, каким будет мое финальное ощущение. Очень многое зависело вот от этой вот последней точки. Это было круто. Это было реально круто. Это какой-то совсем другой уровень. Совсем другой уровень текста. Хотя, казалось бы, мы читаем фэнтези. Альтернативное историческое фэнтези. Но это что-то очень самобытное, очень интересное. Я поэтому рекомендую, но попробуйте, да, то есть вам должно быть нормально и комфортно с этим текстом, да, с этой стилизацией под тексты 19 века. Вам должно быть хорошо. Вы не должны никуда не спешить, потому что никто здесь не будет для вас ничего ускорять. Если вам хорошо и комфортно, интересно, чем закончится, тогда читайте. Читайте и просто пропадайте в этой книжке. Это вполне себе возможно. Ну и перед тем, как мы закольцуем видео с помощью Роберта Джордана, хочу рассказать вот об этом вот выпуске журнала от Мир Фантастики, спецвыпуск номер 7, Советская Фантастика. Я, наконец, поняла, что мне надоело какие-то огрызки информации, да, случайно узнавать про советских фантастов. Я решила, что я прочту про них все сразу. И я заказала себе этот выпуск. И действительно, я теперь, как говорится, обладаю всей полнотой информацией. Пока я прочла... Когда я прочла этот выпуск, я составила себе подборку. В этой подборке порядка 40 книжек. И поверьте мне, это просто капля в море относительно всего, что здесь перечислено. Капля в море. Но я вот составила список из 40. Из них я ничего пока не покупала, кроме двух книжечек. Одна это еще один томик Стругацких. Потом в покупках вам его покажу. На планируемое всякое мое перечитывание Стругацких купила еще один томик. А вторая книжка очень любопытная. Я вам ее покажу, когда прочту. Я ее буду читать сразу сейчас. И когда прочту, тогда я не расскажу. Она абсолютно даже... Она даже не особо вписывается в тренд с фантастикой. Но неважно. Давайте немножко о спецвыпуске. Здесь прослеживается, ну, просто очень полная, да, история всей советской фантастики. И даже с захватом того, что было до. То есть здесь сначала говорится об истоках советской фантастики. О том, что было еще в императорской России, да. Что у нас и помимо... Помимо Николая Васильевича Гоголя много всего фантастического писали. Я была в шоке, что вот это отечественная книга. Я почему-то думала, что это какой-то, да, там, барон Алшеври. Но нужно читать больше ври. Это псевдонимы. И до конца 100% неизвестно, кто скрывался под этим псевдонимом. Вот эту вампирскую книжечку сейчас в разных изданиях издают. Азбука еще готовит красивое издание. Я пока не покупала ее, но думаю об этом. Так вот, это досоветская фантастика наша отечественная. Это как бы лирика, да. Сделано очень здорово. Здесь помимо всего вот этого исторического экскурса, здесь еще есть отдельная глава про кинофантастику, да, о том, во что превратилась наша кинофантастика под влиянием тех рамок, в которые она должна была вписаться, куда это все пошло. И, безусловно, ностальгируешь, да, когда читаешь этот раздел. Коллектив авторов трудился над этим выпуском. Разные статьи написаны разными людьми. Но я бы сказала, что в целом достаточно суровые авторы статей здесь к, ну, собственно, к советской эпохе, да. И есть за что, скажу, есть за что. Потому что такое количество расстрелянных, репрессированных, особенно, да, вот первая половина 20 века, то есть люди, которые могли абсолютно изменить лицо нашей фантастики во второй половине 20 века, да, в лагерях оказавшиеся, ну, боженьки мои, ну, тут действительно без какой-то вот такой яростной горечи, да, по-несбывшемуся. Без этого я читать-то не могла без этого. Я представляю, каково это было писать. Очень-очень к фантастике было все сурово и строго. Да, она была... За жанр ее не считали. Если считали, то пытались использовать... Пытались использовать в самых разных позах, да, и совсем не так, как жанр предполагает. Невероятно то, что при этом было вот столько написано. Сотни и сотни книжек, сотни и сотни интереснейших текстов. Наша фантастика абсолютно самобытная, да, советская. Потому что у нас нельзя было писать, как на Западе. Это значило, что мы тут подвергаемся каким-то капиталистическим веяниям. Нужно было искать абсолютно другие подходы, другие темы, другие какие-то моменты. Опять же, точно так же, при этом, да, иронично, что точно так же, как на Западе, фантастика, та, которая классическая, она тоже вышла из рассказов, из журнальных публикаций. И у нас фантастика в итоге, по большей части, ушла в журнальную публикацию. Потому что никто, мало кто удостаивался, да, отдельных книжек, не говоря уже там о каких-то сборниках. Да, Ефремов, да, там Стругацкий иногда, но Беляев. Вот три имени. А фантастов-то было десятки и десятки выживших и не выживших. И по большей части они вынуждены были, да, уходить в журналы. Журналы продержались дольше всего. Журналы маскировались под выпуски для юношества, под какие-то тематические вещи. И там публиковались фантастические... То есть не было фантастических журналов. Хотя первый в мире фантастический журнал, оказывается, не американский, а еще российский, еще до Советов. Но, да, журналы маскировались под какие-то другие издания, да, нельзя, не было просто фантастических журналов, и там только могли авторы публиковаться. Невероятно интересно. Невероятно интересно еще и потому, что большинство наших фантастов, это были не люди, которые, ну, вы знаете, изучили, а вот учились в школе, может быть, там в техникуме, решили, буду писать. Нет, подавляющая масса это были ученые люди, это были люди, которые ходили в экспедиции, это люди, которые ставили опыты, это люди, которые делали невероятные расчеты. То есть им даже не нужно было из себя сюжеты как-то, да, вытягивать, потому что они жили вокруг этих сюжетов, вот эти сюжеты были разложены у них на лабораторном столе. То есть это были люди, которые были с наукой на «ты», и они, их в сочетании, да, с их фантазией, у них было абсолютно безграничное поле деятельности, и опять же вот эта вот бессильная горечь от того, что как это могло бы быть. Но я вообще к истории отношусь, у нас с мужем вечно диспуты на эту тему, я к истории отношусь однозначно. В истории нет сослагательного наклонения для меня, я считаю абсолютно пустыми и бессмысленными разговоры из серии там «А если бы у Наполеона захромала лошадь, там, не знаю, при Ватерлоу?» Я никогда не делаю такие вот ретроспективные какие-то картинки, я считаю, в истории было так, как было. Вот давайте иметь дело с этим. Тем не менее, и здесь поэтому я говорю не о том, ох, что могло бы быть написано, я говорю о том, что несмотря вот на это, вопреки невероятнейшим обстоятельствам, было написано вот это. Сколько же всего, сколько же всего интересного, я говорю, вот 40, это капля в море, которую я выбрала, самые-самые меня заинтересовавшие вещи. Я хочу это все прочесть, да, наверное, в бумаге я не побегу это покупать, я начну с электронки, но мне это безумно интересно, люди это писали, невероятно интересные, которые пришли, да, к фантастике, к текстам самыми разными путями. Да, берет какая-то вот такая странная гордость за то, что в невероятнейших условиях, да, в условиях, когда все препятствовало развитию жанра, жанр, тем не менее, существовал, развивался и трансформировался. И просто, да, и я, при этом я понимаю, да, почему очень многие из этих людей, опять же, там, не считая Ефремова, Беляева, Стругацких, почему очень многие оказались забыты сейчас, почему мы о них не знаем, почему их не переиздают. Ну, у нас еще столько не, как бы, какой подход, да, у издателей в том числе, столько еще не издано зарубежной классики, то есть того, что уже считается классикой там. У нас все еще многого никогда не переводилось. Плюс в 90-е хлынули в страну, да, бесчисленные переводы, там, десятки переводов, только дюны, да, хлынуло такое количество зарубежного, что и свои авторы, новые, молодые уже, российские авторы писали, что, да, очень многое советского исчезло, пропало. Но давайте вспоминать, давайте вспоминать, я вот прочла «Снегово», это очень самобытно, это очень интересно. И вот целый журнал еще такого же, не менее интересного и любопытного, потому что наша фантастика не калька с какой-то другой фантастики, это не вторичное, это не копирование, это что-то написанное, с одной стороны, очень увлеченными, знающими людьми, с другой стороны, это что-то, что написано в тяжелейших условиях, когда нужно было вот как-то извратиться просто буквой ЗЮ, чтобы цензура твою книгу приняла, доказать, что она несет какую-то пользу, да, для линии партии. Я уверена, что среди этих вот полузабытых книгожек очень-очень много всего крутого. Я буду постепенно исследовать то, что для себя отобрала, но очень-очень здоровская работа проведена коллективом мира фантастики. Как говорится, собрали просто невероятное количество имен, постарались про все рассказать, постарались какие-то показать течения, споры, проблемы, сложности, проанализировать творческий путь наиболее знаковых личностей. Мне было безумно интересно это читать, и я всем интересующимся тоже, конечно, очень рекомендую. Ну и под занавес, как обещала, Брэндон Сандерсон, 12-й том «Колеса времени», «Грядущая буря». Что здесь хочется сказать? С чего хочется начать, да, отзыв? Вода и камень, лед и пламень. Вот что такое тексты «Колеса времени» от Роберта Джордана и от Брэндона Сандерсона. Для меня так. При том, что по стилю, да, это близкие тексты. Сандерсон, он говорит в предисловии, что он не то чтобы сильно старался, но на самом деле стиль Джордана, стиль Сандерсона, это не какие-то очень-очень выделяющиеся стили, как, например, у Ротфуса или Аберкромби. И, ну, в общем, проблем с этим не было. Они похожи. По структуре похожи. То есть длительность глав примерно такая же, какая была у Джордана. Пролог Сандерсон сделал в два раза меньше. Спасибо ему большое. Но в остальном, ну, тексты близки, да, напоминают. Тот же мир, тот же герой. Я читала взахлёб эту книгу. Я читала взахлёб эту книгу. И когда ты прочёл сначала 11 томов Джордана, потом ты читаешь Сандерсона, достаточно легко увидеть, за счёт чего это сделано. Это сделано за счёт таких, смешно сказать, базовых вещей. Что, ну, реально, только улыбнуться можно. Давайте, собственно, про них и поговорим. Да, три, три фактора, три приёма, да, которые использует Брэндон Сандерсон, который делает его тексты, ну, просто на голову интереснее и динамичнее, чем это были, чем предыдущие тексты. Опять же, да, кто-то может сказать, но это потому, что мы приближаемся к финальной битве. Действительно, финальная битва будет занимать 14 том весь, и значит, у нас всего два тома, у Сандерсона всего два тома, чтобы к ней подготовиться, 12 и 13. Да, у нас усиливается динамика и напряжение в целом, но Роберту Джордану ничто не мешало, да, во-первых, закруглиться побыстрее, во-вторых, тоже начать нагнетать где-то реально Томми на 9, а может быть, даже на 8. Он этого ничего не делал, и, как говорится, бог ему судья. Итак, три приема, которые делает книгу Брэдана Сандерсона, просто переворачивает все на самом деле. Во-первых, мы наконец-то получаем рефлексию персонажей, нормальную внутреннюю рефлексию персонажей, и в самую главную первую очередь мы получаем наконец-то на 12-й книге рефлексию Рандал Тора. Главный герой, который, главный избранный, к которому предстоит главная битва с темным властелином, и мы наконец-то на 12-й книге узнаем, что у него в голове, мы наконец узнаем его планы, мы наконец узнаем, как он все оценивает, да, что такое нормальная рефлексия героя, это что произошло, да, прав я был, не прав я был, где я ошибся, да, мое место во всем этом случившемся, что мне делать дальше, как я к этому отношусь, как я отношусь к поступкам других героев. Вот что такое внутренняя рефлексия, абсолютно базовая вещь, который нам, в том, что касается главного героя, не давали 11 книжек. И вот, наконец, приходит Брэндон Сандерсон, и в 12-й книге, поставлю вот сюда, в 12-й книге Рандал Тор переживает серьезнейшие эмоции, он чуть ли не совершает страшнейшие вещи, и все это он переживает внутри, и мы, наконец, понимаем, как он собирается готовиться к этой битве, то, что мы должны были видеть на протяжении предыдущих 10 томов, потому что в первом томе он еще ни к чему не готовился, но со 2-го по 11-й, это то, что мы должны были видеть, и мы этого не видели, мы, наконец, видим в 12-м томе. Он, конечно, ретроспективно не оценивает все свои действия, жаль, вот, но у нас, наконец, его поступки приобретают смысл, потому что вот чего не хватало-то, да, герой что-то завоевывает, садится где-то на трон, собирает какие-то армии, потом забивает на эти армии, с кем-то договаривается, с кем-то воюет, совершает какие-то подвиги. Зачем это он делает, мы никогда не знали, никогда не получали ответ на этот вопрос. Вот как это к великой битве соотносится? Как это поможет тебе победить темного луста Лина? Зачем ты это сделал? Вопросы, которые я задавала из раза в раз, и ни разу не получала на них ответа. Наконец, приходит Брэндон Сандерс, такой, я вам сейчас все объясню. Герой не тупой, он знает, что делает, у него есть план, у него есть видение, оно может быть неправильное, и есть герои, которые считают, что его видение неправильное, но я вам сейчас все объясню. И это меняет все вот так вот, на 180 градусов переворачивает интерес к тексту. Здесь среди других персонажей, да, чью рефлексию мы видим, есть Найниф. Найниф самый бесячий персонаж колеса времени, но по мнению многих, не только по моему. Дамочка, которая всегда считает, что она всех умней, что все вокруг идиоты, которая вечно на всех огрызается, здесь получает свою внутреннюю рефлексию. И внезапно, да, она по-прежнему остается бесячей дамочкой, которая на всех огрызается, и считает себя умнее, но она, оказывается, действует во благо, она, оказывается, беспокоится, она переживает, она не готова смириться. Вот это все нам показывается, и да, она может по-прежнему местами бесит, но уже ненависти к ней ты не испытываешь, потому что она оказывается человеком добрым, и она оказывается человеком, который главному герою хочет помочь. Все остальные книги, мы должны были сами себе это говорить, но, наверное, она хочет помочь ему, наверное, они же там из одной деревни, наверное, она хочет ему помочь, наверное, она же не злодейка. А теперь нам не нужно себя в этом убеждать, да, мы это видим, мы это читаем, мы это ощущаем и сопереживаем вместе с ней. Это первый пункт. Второй пункт. Каждая глава в этой книге это конфликт, каждая сцена в каждой главе это конфликт. Здесь нет ни одной просто болтовни за чайком, здесь не собираются десятки айс и дай, имена которых мы никогда не запомним, и которых мы больше никогда не встретим, чтобы позыркать друг на друга глазами и разойтись. Никаких больше пустых сцен заглушек. Каждая сцена конфликт, каждая сцена двигает сюжет. Это настолько база, это настолько база, напомню, да, что Брэндон Сандерсон много лет писал в стол, при этом он занимался на курсах политмастерству, при этом он участвовал во всяких разных писательских группах и семинарах. И он эту базу, да, внедряет со своей вот первой книги и так дальше до сих пор внедряет. Сейчас он уже позволяет себе экспериментировать, да, но, напоминаю, это пишет молодой Брэндон Сандерсон, который еще не выпустил ни одного тома архива Борисвета, который только выпустил Эландрис и, по-моему, Рожденного туманом, и все. То есть это пишет Сандерсон, и он сразу же внедряет базу, это база, без которой вообще никуда нельзя. Ну, видимо, Роберт Джордан, может, считал себя выше, может, он не обращал на это внимания, но, пожалуйста, вот здесь просто в каждой сцене конфликт, более того, здесь еще Сандерсон, каждую главу, но это опционально, но он это делает, каждую главу он заканчивает пусть на маленьком, но крючочке. Таким образом, нам потом к этому герою всегда интересно возвращаться. Он не делает, как Джордан, когда он бросает героя в тяжелой ситуации в одном томе, потом два тома мы про этого героя ничего не видим, а потом в следующем томе с героем все в порядке. Да, он как-то там справился со своими проблемами, забейте, как-то все разрешилось. Вот здесь такого вообще нет ни разу, Сандерсон такого себе не позволяет. Он оставляет крючочек, и мы сразу же после крючочка, потом мы волнуемся за героя, мы помним о его проблеме, мы читаем несколько глав с другими персонажами, возвращаемся к этому персонажу, и нам не все равно. И Сандерсон такой, да, сейчас я вам расскажу, все очень тяжело, там сложно, проблемы, давайте решать. Вот вам новый конфликт. Вот так это происходит. Вот так, это настолько, знаете, банальные вещи для формирования читательского интереса в приключенческой книге, и Сандерсон ими пользуется. Пользуется ими на 105%, и получается результат. Ну и третий пункт, который я тоже не могу не упомянуть, это то, что Сандерсон дает описание, всегда связанное с персонажем, от лица которого мы сейчас читаем. То есть здесь больше не будет этих, знаете, нагромождений, кто чей родственник, вот это вот бесконечное перечисление знатных дам с их мужьями, замками, слугами, да, которые не имели никакого отношения к сюжету, и в дальнейшем еще, как говорится, большая часть из них никогда не фигурировала. Нет, если нам здесь дается какое-то описание ситуации, то есть у нас здесь, да, приближается последняя битва, у нас прям начинается там падеж скота, умирают люди, происходят всякие катаклизмы, то есть прям мир сотрясается. Мы, если видим, получаем длительное описание вот этих обстоятельств, то мы на это смотрим глазами определенного персонажа, который видит под определенным углом, оценивает с определенной стороны, делает какие-то свои выводы. Опять же, это все перемежается его рефлексией. То есть здесь есть, допустим, встреча Рандал Тора с определенной знатной дамой, очень-очень знатной дамой, не буду спойлерить с какой, да, он приезжает к ней, и там есть какие-то, какие-то придворные. Никаких перечислений, кто есть кто, потому что эта дама не представляет ему своих спутников, а раз не представляет, ему на них вообще плевать. И мы никаких имен, никаких родов, никаких там замков и прочего мы не получаем, и нам нормально. Я уверена, что если бы Брэндон Сандерсон писал весь цикл «Колесо времени», там не было бы 14 томов, во-первых. Во-вторых, там не было бы 3000 персонажей. Там было бы, ну не знаю, 500? Ну, может быть, каждого из этих 500 мы бы помнили. Это были бы важные герои, которые появляются в нужные моменты. В общем, я поставила прям очень высокую оценку, по-моему, самую высокую за весь цикл этой книги. И настолько она классно сделана на фоне всех предыдущих. Настолько это прям небо и земля. Я теперь жду, ну, 14-ю книгу все-таки Азбука обещает в этом году издать. Я в ноябре буду читать 13-й том, и если в декабре выйдет 14-й, сразу буду читать 14-й. Я хочу прочесть! Господи, и тут вышло солнце. Так, договариваю, спасаясь от солнца. Вопрос, спасут ли для меня три финальные книги весь цикл? Ну, в глобальном смысле не спасут, да? То есть я не поставлю 5 баллов из 5, да? Потому что поставила трем последним книгам 5 баллов из 5. Но определенно о финале у меня явно будет хорошее впечатление, как, впрочем, оно было и о первом томе. Так что это будет та история, где начало и финал крутые, но все, что в середине, очень сильно портит блюдо. Ну что, вот такая порция, первая порция прочитанного. Скоро выйдет вторая порция, где будут уже прочитанные книжечки в сентябре. Рассказывайте, что из этого вы читали, что вас заинтересовало, что понравилось, что не понравилось. И я надеюсь, что мы уже с вами скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok